Друзья, мы провели вторую игру, и Смоленск сегодня, к сожалению, проиграл команде из Нижнего Новгорода. Проиграл достаточно крупно, со счетом 5-1. Рядом со мной Барков Денис Игоревич, главный тренер Смоленской команды. К вам будет вопрос, почему, собственно говоря, сегодня такая игра была? Казалось, что ребята прибавляют, а потом после пропущенных шайб, казалось, что сбавляют наоборот. Команда довольно-таки мастеровитая, опытная. У меня много людей, которые поиграли в чемпионате ВХЛ и МХЛА. Ну, как? Шайб упустили по делу, наши защитники отпустили, игрока забили. Четвертая тройка у нас, конечно, тоже сдала. Ну, а так, по упорству, в принципе, ровная обрыва была. Будем, так сказать, работать над ошибками. Хорошо, скажите, пожалуйста, в следующих играх можем ли мы ожидать того, что команда преобразится за вот эти два дня, и мы увидим другой хоккей? Будем надеяться. Хорошо, спасибо большое. Вячеслав Пластичкин рядом со мной, нападающий командой Нижнего Новгорода. Скажите, пожалуйста, почему сегодня казалось, что на льду только одна команда? Я бы так и сказал, что казалось, что одна команда. Настрой был боевой на игру, все выходили, старались, сбились, была команда, был коллектив. Ну, настрой, я считаю, был боевой на самом деле. А то, что была одна команда, я с вами не согласен. Игра была в самом первом периоде равная. Удачно забили все моменты, как в суббовании в начале второго периода, и немного успокоили игру. Ну, что тренер говорил между периодами, особенно между вторым и третьим, когда, ну, 4-1 уже все-таки счет, при котором можно достаточно комфортно играть дальше? Ну, это счет, во-первых, обманчивый, я думаю. Во-вторых, тренер говорил, что расслабляться на какой-то случай нельзя. Это хоккей, как бы. Это коллективная игра, командная. То есть играет 60 минут. Чтобы то же самое продолжали, так же сибились, старались, укладывать до конца, выполняли установку. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Комментарий нам дал Вячеслав Платишкин, нападающий командой НМГУ. Дмитрий Кулябов, играющий тренер команды НМГУ, сейчас рядом со мной. После этой победной игры можно ли говорить о том, что команда заряжена на эти два игровых дня оставшихся? Ребята, мы после первого этапа, у нас другого пути просто быть не может. Так как быть заряженным на каждую игру, у нас оставалось перед тем туром 11 игр, и все 11 игр для нас. И как последний бой, мы сами себя загнали в тяжелое турнирное положение. И сейчас у нас просто пути другого быть у нас и не может его быть. Ну, просто так как мы провели первые три игры, нам просто не остается других, как бы, вариантов, как выходить заряженными и биться, сражаться до конца. А какие слова говорил игрокам в перерыве, чтобы, ну, зарядить ребят на игру, особенно, наверное, не в перерывах даже, а перед игрой? Ну, перед игрой надо было успокоить ребят, потому что все равно месяц мы не играли, игровой праздники у нас не было. И ребята, я видел, это горели, хотели быстрее уже начать игру, были очень заряжены. И наоборот, надо было как-то подуспокоить их, ну, сказал слова. К сожалению, все равно первый период мы провели не так, как хотелось бы, все равно голова немножко еще была не на месте. Ну, после первого периода уже стало полегче, получше. Хорошо. Ну, и так как это первый играющий тренер в моей карьере уже, трудно ли одновременно управлять и здесь, и с тренерского мостика? Да, честно, это, как бы, трудно. Ну, у нас просто нет защитников, у нас выбора нет. Приходится и то, и то, да. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Комментарий мне дал Дмитрий Кулябов, играющий тренер Нижегородской команды.